Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас опять же будет влог. Я делаю махуяж. У меня вчера закончилась тональная основа, и я взяла вот эту вот от Катрис и соединяю ее с Риммельстоймат. Вместе получается просто бомба, как видите. Все скрыла, все прыщи, все неровности стала Айка красотка. Сейчас буду дальше делать макияж и с вами базарить. В общем, мне сегодня надо пойти обязательно к Шве, забрать у нее платье, которое я ей отдавала. По идее, я должна была на следующий день вечером прийти забрать, но у меня что-то времени не было. Но я думаю, ничего страшного, что я чуть позже заберу. Потому что сегодня это платье мне нужно. Я иду к Фате, и мы с ней будем снимать тиктоки. А у Фате есть такое же платье, как я отдала Шве, мы покупали вместе. Вот, такие вот дела. Будем снимать для вас клевые тиктоки. Я уверена, что вам понравится. Уже у меня есть 3-4 идеи. А в платье вообще бомба идеи есть. Если вам интересно, что у нас получится, переходите обязательно на мой инстаграм. Обязательно все выкладываю туда тоже. Хочу, чтобы каждый мой день был максимально продуктивный. Чтобы вот каждая минуточка моего времени была использована с пользой. А не просто так, знаете, полежала, посмотрела. Дом 2 полежала, поела, и все, день закончился. Я заказала себе еще, кстати, роллы. Будем снимать. Ну, кубанк. Так, быстренько собираем постель. Готово. Я просто всегда забываю сделать вот так вот. Это батарейка от моей камеры. И я вечно забываю ее зарядить. Готово. Ну, все, я уже в маске. Надела вот такую вот футболку и юбку. Я все-таки, наверное, у швеи буду мерить то, что получилось. А вдруг возьму домой. Мне, например, не понравится длина. Или юбка вообще слишком плотно сидит на мне. Поэтому я одела что-то такое, что легко снимается. Осталось надушиться. И направляемся по делу. Губы, ксказе, последнее время я уже перестала красить. Потому что вот маска у меня в каком виде, тон и все дела. Еще здесь не хватало помад. Погода просто бомба. Ни жарко, ни холодно. Вот было бы все лето, такая погода была бы кайф вообще. Вчера вечером смотрела фильм «Пункт назначения». Этот фильм мне напоминает детство. Но, блин, такой страшный. И я решила его смотреть в 2 часа ночи. Посмотрела минут, наверное, 20. Выключила. Закрыла везде дверь. У меня такая паника была. Вообще, я очень люблю страшные фильмы. Но они очень плохо на меня влияют. Это пункт назначения, по-моему, последний. Называется «Смайл». Вот. Очень интересно. Вот так вот получилось. Здесь еще сошьют вместе. Немножко, конечно, здесь слабовато. Но мы сделали готово. Строчки ровные, я довольна. Здесь тоже. Юбка осталась, последний штрих. Платье тоже готово. Остались последние штрихи. И все. Все. Получилось просто идеально. Посмотрите, как сидит. Прям супер. И здесь вот так вот зашили, чтобы, когда я садилась, ничего не было видно. И делали. Притык. Ну все, я вышла. Уже в этой юбке хожу такая. Мне, честно, очень понравилось, потому что сидит прям пушка. Вот как должна она сидеть. Как будто на меня шили юбку. Сначала она сделала немножко посвободнее. Я так не люблю, на самом деле. Я сначала постеснялась сказать, а потом она увидела, по моему выражению, лица, что немножко слабовато. Поэтому переделала. Сейчас прям кайфую. Буду каждый день гонять в этой юбке. И недорого обошлось. За все я заплатила 436 рублей на ваши деньги. На наши деньги это 11 монат. Я уже даже не стесняюсь. Там проходят парни. Я такая говорю сама с собой. Быстренько надо идти домой, потому что мне уже привезли суши. Они ждут меня. Я просто не ожидала, что она там чуть-чуть будет переделывать. Поэтому не рассчитала время и сказала, что привозите пол первого. Бежим. По счастливому стечению обстоятельств, как только я подошла к своему подъезду, мне позвонил курьер. И слава богу, 2-3 раза спускаться мне не пришлось. И мои роллы, они просто идеальные. Пиладельфия божественная. Здесь вот такие вот с шапочкой и с креветкой. С креветкой это мои любимые. К сожалению, вот через день кушаю роллы, но до сих пор не знаю их названия. Я, по сути, не выбираю, какие роллы в этот раз я буду заказывать. Доставка, с которой я работаю всегда, они за меня выбирают, какие роллы в этот раз я буду кушать. И это очень удобно. Короче, я в магазине выбираю. Здесь несколько моделей. Сейчас будем проверять, работает ли фокус или нет. Всем привет, мои хорошие. С вами Аки Эмили. И сегодня мы с вами стали еще ближе, еще нежнее к друг другу относиться, потому что у меня появилась новая камера Canon, которая называется PowerShot SX730. Я, конечно, хотела Canon J7X Mark II, но, к сожалению, этой камеры у нас нету. Поэтому пришлось взять то, что есть. Но я, честно, в восторге от нее. Она хорошо снимает, купила в Contact Home. Там, кстати, дешевле всего. Кому интересно, можете тоже себе прикупить. Вы, наверное, по моему инстаграму уже видели и уже знаете. Немножко непривычно, на самом деле. Бегает немножко фокус, потому что в настройках я еще не совсем разобралась. Раньше я снимала свои видео на 11-й iPhone, но мне качество вообще не нравится. Я фанатка Canon, и мне нравится все, что они производят. Поэтому влоговую камеру я, опять же, решила брать от этого бренда. И не жалею. Пока что не жалею. Вообще, для полного счастья, надо было еще и купить флешку. Но я что-то не додумалась. У меня вроде дома есть флешки. Но одна из них, на ней, видимо, вирус. Она просто не открывается на моем фотоаппарате, на новом. Она старом, кстати, работает. Но тоже, знаете, когда как. Очень капризно работает. Поэтому я думаю сейчас собрать свои манатки. Поехать и купить себе нормальную флешку. Хотя бы на 128 гигабайт. Я просто кайфую от этого чехла. Какой же он все-таки красивый. Какой же он приятный на ощупь. Это просто кайф. Время уже полпятого. И сейчас я поеду покупать флешку. Сидела, сидела и тут в мою голову пришла идея. Есть кусочки, которые я сегодня утром снимала на свой телефон. Я просто хотела их удалить. А сейчас я думаю, почему бы не соединить как раз таки с этим видео. То есть вы почувствуете разницу. И увидите, насколько звук, например, здесь мощнее. Может быть картинка, где лучше, как, что. И все-таки я вот в инстаграме выложила свою камеру. И очень много вопросов посыпалось. Даже думаю, может обзор сделать. Кто-то тоже вот хочет, например, влоги снимать. Или как-то начать фотографировать. Все спрашивают, как, что, сколько стоит. Где можно купить. Какие функции. Все-таки у тебя была и профессиональная. И айфон, что ты думаешь. Я честно думаю, что айфон никогда не сравнится с камерой Кэна. Моя вот эта вот малютка, влоговая камера, стоит 700 монат. Я считаю, что это очень хорошая стоимость. Нет, она стоит 850, но я ее купила со скидкой за 700. Вот, 850 это тоже очень дешево, я считаю, для камер. Но в России эти камеры стоят еще дешевле. Еще бюджетнее. Так что, если вы живете в России, то спокойно можете купить. Сделала себе перческу, сняла пару тиктоков. Некоторые не очень удачные. Некоторые очень даже удачные. Один из тиктоков набрал сразу прям 13 тысяч. Я была немного шокирована и сразу выложила в инстаграм. Короче, в инстаграме куча просто вопросов по поводу этой камеры. Точное название камеры я вам оставлю в инфобоксе. Вы можете посмотреть в интернете. Слава богу, есть ютуб. Иногда вот я задумываюсь, а что мы делали раньше без ютуба. Элементарно я хотела пойти купить себе флеш-карту, а потом я решила просто полазить в интернете и посмотреть причину, почему же она у меня не работает. И я погуглила, и там мне вышло, что возможно, что у меня вирус на карте. А как избавиться от вируса? Я нашла просто видео в ютубе, как парень просто показывает, как в два щелчка просто отформатировать свою карту. И я реально, с одной стороны, настолько рада, что появились такие технологии, что вот просто так в ютубе бесплатно люди делятся такой вот полезной информацией. Поэтому нужно недооценивать эту площадку. И реально я сэкономила сегодня, можно сказать, где-то 35 долларов точно на новую флеш-карту. Поэтому, когда вам что-то непонятно, лазите в ютубе. Вот сейчас нашла минутку свободного времени. Хочу полазить и посмотреть, как же можно сразу скинуть. Тут такая функция, можно сразу фотографии скинуть на телефон. То есть, если у вас нету компьютера, это идеальная камера для вас. Ничуть не реклама, купила за собственные деньги. Просто я в инстаграме отметила магазин, где я купила, и сразу мне начали писать, айка, это реклама, они тебе подарили. Нет, ничего подобного. У них, кстати, есть такая акция. В общем, кости, вы бросаете. Если вам попадаются две шестерки, то вы можете забрать бесплатно вещь. Ну, конечно же, мне не повезло. Я не получила две шестерки. Там, два-три мне выпало. Но я и не надеялась, если честно. Я в этом плане вообще невезучий человек. Там они это все снимают. Потом, как бы, видеоотчет, видимо, начальству. Ну, вот сейчас при искусственном освещении, при освещении просто у меня сейчас вот пару спотов горят. Мне кажется, отлично. Намного лучше, чем мой телефон. Хотя некоторые вот обзоры там говорят, ой, камеры сейчас снимают хуже, чем айфоны. Ничего подобного, ребята. Мне кажется, что супер. Просто вау. Буду снимать для вас длинные интересные влоги. Я сейчас очень похожа на ребенка, которому купили игрушку, о которой он мечтал очень давно. Правда, я сама себе купила. Но я выгляжу почти так же. Я тащусь с этой камерой туда-сюда. Снимаю то, что вам даже не интересно. И, скорее всего, вообще не будет во влоге, как я, не знаю, там, драю плиту и все дела. У меня настолько в кайф что-то снимать. Наверное, вам это даже не интересно. И на процессе монтажа этого всего не будет. Но все же я такая радостная прям не описать словами. Мне хочется больше и больше вам рассказывать про эту камеру. Но не знаю, насколько вам будет это интересно. На мой взгляд, она снимает хорошо. Но будет нечестно сравнивать айфон, который я показывала, как снимает при дневном освещении. И камеру, которая бедняжка снимает при искусственном освещении. При искусственном освещении все вообще камеры снимают очень плохо. Телефон вообще ужасно. Я даже старалась всегда конец влога, ну, как бы заканчивать где-то часов в шесть, чтобы не показывать вам, как прекрасно снимает камера. Что касается моего питания, так скажем. Я прочитала комментарии, вернее, фидбэк-то, то есть ответы на истории. В инстаграме я выложила, одев вот эти брюки, которые были у швеи. И некоторые девчонки мне написали, что айка, какие у тебя толстые ляжки. И я вам могу сказать так. Честно, это меня ничуть не обижает, потому что я не считаю себя толстой. Вот когда меня называют прыщапой тварью, это меня обижает. Но когда вы меня называете жирной, ни капельки обиды нету. Я наоборот считаю, что нынче девушки с формами очень даже актуальны. Так что, ребята, если вы хотели меня обидеть, у вас это не получится. Если вы действительно хотите задеться больной, то давайте пройдемся по моей коже. Я вам даю такую ниточку.